Первая в этом списке парень видит красивую девушку и прямо говорит ей об этом. Да, вы не ослышались. По-видимому, слишком явные комплименты о красоте раздражают и даже отталкивают многих красивых женщин. Как парень я рассуждаю так. Ты что, издеваешься? То есть, если ты красивая и я прямо заявляю тебе об этом, разве это неприятно слышать? Но знаете, чем больше я читал комментариев от женщин на сайте Reddit, тем больше я начинал понимать, почему такие комплименты им не нравятся. Во-первых, такие слова часто говорят мужчины, с которыми эти женщины даже не знакомы. Они могут повторять эти комплименты бесконечно за 30 секунд диалога. Но самый точный комментарий дал один врач, который признался, что не понимал негативной реакции женщин, пока сам не оказался в подобной ситуации, когда отрастил волосы. Несколько раз за смену ему говорили «О, какие у тебя красивые волосы». Люди порывались потрогать и взъерошить его волосы даже без его согласия. Во время его работы они просто останавливались и начинали отвлекать его разговорами про новую прическу. Не знаю, как у вас, но у меня это вызывает раздражение. Ребята, в этом видео я понятно делаю обобщение, и если вы со мной согласны или не согласны, или вам есть что добавить, пишите в комментариях. Следующий пункт, на него я совершенно не обращал внимания, но женщины это терпеть не могут, и вам стоит на это обратить внимание. Вы попрощались, но решаете подойти к её машине на парковке, чтобы получить номер телефона. То есть вы отлично поболтали, а потом ей пришлось уйти, и вы думаете, мне нужно было взять её номер, я забыл попросить её номер. Вы уже выпили пару коктейлей, решаете быстренько выскочить из бара, подойти к ней на парковке. Она этого не ожидает и думает, кто этот болван, который преследует меня. У большинства парней нет ничего плохого в мыслях, они просто хотят её номер, но подумайте, в какое положение вы её ставите. Она оказывается на улице одна, в компании человека сильнее её, которого она в сущности плохо знает. И да, эта ситуация отличается от той, в которой она была пять минут назад в баре. Ещё один момент, парни в шутку могут силой приподнять девушку или удержать её на месте. Но женщинам не нравится, когда парни без разрешения прикасаются к ним и либо не позволяют свободно двигаться, либо неожиданно поднимают воздух. Если вы уже хорошо знаете девушку, если вы близки, если она ваша жена, и она пишет в комментах, мол, я не возражаю, чтобы мой муж носил меня на руках, тогда без вопросов. Но я сейчас говорю о тех парнях, которые плохо знакомы с девушкой, у которых брутальная внешность, выпившие пару коктейлей и пытающиеся удержать девушку. Лично я так никогда не делал, но я знаю парней, которые, когда выпьют в баре, не особо следят за руками. Знаете, они просто используют свою силу для развлечения, своего рода игры. Но девушкам это не нравится. Парни, не стоит так делать. Идём дальше. Маленькая невинная ложь, которую вы позволяете себе, а она знает, что вы лжёте. Например, вы опоздали и говорите, что задержались на работе, но она знает, что это не так, потому что неделю назад вы говорили, что у вас в этот день выходной. Я прекрасно понимаю, что вы не хотите морочить ей голову деталями и сознаваться в том, что встречались с бывшей женой, чтобы утрясти вопросы по поводу детей. Но девушка поймала вас на лжи, и дальше этот ком неправды будет только нарастать. В итоге она перестанет вам верить. Итак, следующий пункт, который явно пугает женщин в поведении парней, когда парень с места в карьер спрашивает женщину, где она живёт, и живёт ли она одна. В принципе, я понимаю, вы хотите понять, здешняя ли она, чтобы знать, стоит ли продолжать разговор. Возможно, вы хотите зацепиться за какую-то информацию. Например, вы отлично знаете Чикаго, хорошо знаете Нью-Йорк или Майами, если вы и она из одного города, может, у вас есть общие знакомые. К сожалению, многие женщины, особенно если они вас не знают, начинают думать, что вы какой-то сталкер, который пытается её выследить, узнать, когда в её квартире никого нет, и вообще воспользоваться этой информацией против неё. Знаете, многие женщины выдумывают, что живут с родителями или с кем-то ещё, чтобы только не обсуждать эти вопросы слишком рано. Думаю, что этот вопрос вполне можно задать, когда вы уже успели пообщаться. Может быть, зашёл разговор об общем знакомом, с которым вы виделись много раз, или знакомый по работе. Вы задаёте подобные вопросы из чистого любопытства, но я советую быть с этим осторожнее. Они вызывают у женщин неприятную реакцию. Следующий пункт довольно очевиден, но я могу понять, почему некоторые парни думают, что это забавно. Вы связываетесь с девушкой через приложение и можете видеть её местоположение. Она может быть в том же вагоне, что и вы, или в том же баре, и вы можете сказать ей «Эй, привет, а я тебя вижу, а вот ты меня нет». Женщин это пугает, и многие, кто жалуются на такие смс, говорят, что хотят немедленно покинуть это место. Но их пугает, что парень может пойти за ними. В общем, ребята, просто не делайте так. Это плохая шутка. Следующий пункт – вы пытаетесь убедить её, что вы хороший парень. Во-первых, зачем вам вообще это делать? Мне это и в голову не приходило, хотя я давно перестал ходить на свидания. Может быть, вы со мной не согласны? Дайте знать в комментариях. Я сейчас приведу в пример одну цитату, она показалась мне интересной. Один парень сказал «Есть большая разница между милыми парнями и действительно хорошими парнями». Я с этим согласен. Думаю, мужчины должны стремиться ко второму определению. Джордан Питерсон говорил о чем-то подобном. Мужчина должен обладать силой. Это означает, что он должен уметь себя защитить. У вас есть сила, но вы предпочитаете её не демонстрировать. Вы не хотите причинить вред другим людям. Вы отказываетесь идти по этому пути. Ребята, вам нравится Джордан Питерсон? Если да, сделайте мне одолжение, поставьте лайк. Далее, попытки приударить за женщинами, когда им некуда деться. Она работает на мероприятии, которые вы заказали. Вся власть в ваших руках, вы можете её уволить, и вы решаете за ней приударить. Вы заказчик, а она за стойкой бара, она должна вам наливать напитки, она официантка. Или вы за рулём такси. Одна женщина рассказала, как ехала в такси. Она чувствовала себя запертой и беспомощной. А парень за рулём флиртовал с ней и спрашивал её номер телефона. Ей удалось переломить эту ситуацию, и она попросила его номер телефона. Если вы общаетесь с женщиной, которая оказалась заперта в прямом или переносном смысле, не флиртуйте с ней. По поводу следующего пункта у меня смешанные чувства. Речь идёт о том, чтобы предложить женщине её подвезти. Женщина мне нравится, когда парень притормаживает, останавливает машину около неё, и предлагает её куда-нибудь подбросить. Другое дело, если вы предлагаете её подвезти, когда на улице ужасная погода. Однажды я предложил одной женщине её подвезти, когда увидел, как она бредёт вдоль шоссе. Я не понял, что происходит, и просто предложил её подбросить. Может, это была ночная бабочка. Я просто подвез её туда, куда она хотела, а я хотел проявить вежливость и помочь человеку. Я ей парней подвозил и не раз, когда жил во Флориде. Люди часто оказываются в ситуации, когда им надо идти вдоль шоссе. Может, вы хотите проявить вежливость, как и я. Но сейчас у меня три дочки, ещё одна должна скоро родиться. Я совершенно не хотел бы, чтобы они запрыгивали в машину к незнакомому человеку, который предложил их подвезти. Но я понимаю, что вы действуете из добрых намерений, и могу сказать, что мне жаль, что мы живём в мире, в котором люди постоянно друг друга в чём-то подозревают. Кто-то действительно проявляет доброту, а кто-то хочет воспользоваться ситуацией. Следующий пункт довольно интересен, и я с ним согласен, потому что люди поступали так, когда я находился вместе с ними в автомобиле. Я никогда не видел, чтобы так поступала какая-нибудь женщина, но, ребята, когда мы за рулём, мы часто становимся ужасно агрессивными. Что-то вызывает у нас раздражение, и мы моментально срываемся. И это входит в привычку. Так поступают очень многие, кто находится за рулём. Никогда не видел, чтобы так поступала женщина, но часто видел, что так поступали мои друзья. Так водят члены моей семьи, это их стиль вождения. Меня это пугает, сам я так не вожу. И видит, что за рулём псих, в чьей реакции я не уверен. Я вообще не знаю, чего от него ожидать. Это очень неприятно. Вот ещё хотел сказать. Одна женщина на сайте Reddit рассказала, что мужчина, за которого она в итоге вышла замуж, когда его подрезали на дороге, начинал что-то напевать этим людям, например, «Что ты делаешь ненормальное?» На какой-то мотив. Его реакция показалась ей очень забавной. И такие случаи хорошо показывают, что человек может внезапно разозлиться, и то, как этот человек умеет справляться со своим гневом. И я по реакции людей могу задуматься о том, не является ли его поведение тревожным сигналом. Далее, по-видимому, многих женщин пугает слишком настойчивое внимание. И это интересно, потому что, как мужчина, я считаю, что проявлять настойчивость хорошо, ведь мы должны добиваться своих целей в жизни. Немного агрессии не помешает, я имею в виду в хорошем смысле. То есть нельзя быть пассивным, иначе жизнь пройдёт мимо. Но я думаю, что многие из нас слишком часто применяют это как давление на другого человека. Когда вы пытаетесь её добиться, шлёте ей сообщение, она отвечает вам «пожалуйста, не пиши мне, ты меня не интересуешь, хватит, довольна». В то же время многие из нас знают истории, когда парни всё равно проявляли настойчивость, женщина сдавалась, и у них всё хорошо заканчивалось. Вам эти истории, наверное, рассказывали ваши родственники, ваши дедушки, например. Думаю, в данной ситуации всё неоднозначно. Нужно попытаться, я считаю, применить упорство, чтобы построить с кем-то долговременные крепкие отношения. При этом существует грань между поведением чрезмерно агрессивного психа и человека, который не хочет сдаваться с первой попытки. Попытайтесь хотя бы дважды. Может быть, отказ был некатегоричным? Если она явно не хочет, тогда надо отступить. По поводу этого вопроса я хотел бы услышать ваше мнение, ребята. Пишите свои соображения в комментариях. Когда поведение можно считать слишком агрессивным? Когда следует отступить? Когда можно проявить упорство? Пишите свои ответы в комментариях. Спасибо за ваше участие в обсуждении. Мне важно знать, что вы думаете об этом. Итак, какое видео посмотреть следующим? Как насчёт тех вещей, о которых парни забывают, но на которые женщины обычно обращают внимание? Они их замечают, а мы придаём мало значения. Что я имею в виду, ребята, вы узнаете об этом из вот этого видео. Кликайте по нему, смотрите, вы узнаете много интересного. Продолжение следует...